Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. Ребята, привет всем! Сегодня мы едем опять во Владимирскую область. На сегодняшний день у нас не почта России, сегодня у нас обычный частный, так скажем, заказ. Едем 100 километров от нашего города, от города Дзержинска. Позвонил человек, объясняя ситуацию какая. Позвонил человек, сказал, нужна скважина. Скважина уже есть, скважина пробурена на второй водонос, вода с железом, с большим содержанием железа. Попросил сделать у возможности воду питьевую. Но опять же, питьевая вода, она может быть, может не быть. То есть вода мягкая, так скажем, чтобы было понятно. Не то, чтобы питьевая. Чтобы понять, питьевая она или нет, нужно анализ обязательно любой скважины. И здесь какая ситуация? Мы гарантию не даем на питьевую воду. Если есть пласт, без проблем мы его дадим. То есть воду мягкую дадим. В том направлении, в принципе, есть вода мягкая на первых слоях. Но опять же, это все по месту. То есть гарантию никогда нельзя давать на питьевую воду. Если будете каждому человеку давать гарантию, вы просто останетесь без работы. Будете кататься бесплатно работать. Сегодня мы едем бурить на первого доноса в среднем 12-15 метров. Должна быть, но это не точно. Глина, песочек светлый должен быть. Все опять же по месту, да. И на установке у нас сегодня будет насосная станция. Заказчик попросил все сделать под ключ. Делать будем в помещении. Словом, опять же, заказчиков. Водичкой будем бурить. Гидробурением, так как там глина. Ну, у нас все с собой. Мы можем желонки пройти без проблем. Сегодня у нас 26 марта, 23 год. Погоду на улице передают. Сегодня плюс 7. Сухая погода, солнца нет, облачная. Но в целом нормально. То есть практически весна, снег тает. Вот такая вот погода. Что, едем, смотрим? Погнали! Так, ребята, ну что, припарковались. Мы приехали в деревню. Будем делать скважину в этом помещении. Здесь в последующем у нас будет пристрой. Здесь у нас камушки идут, как обычно. Старое какое-то строение. Красный кирпич. Сейчас здесь вот делаем ломки, да? И будем бурить здесь, в этом месте. Согласовали все. Воду берем со старой скважины. Водичка с железом, вонючая. Очень много железа, запах. Второй слой, там, в районе 20 метров она. Вот старая скважина. Статический уровень воды в данной скважине 7,70. Глубина 20. Но это, по словам, заказчик, так скажем. Сейчас будем пробовать, смотреть, что получится. Так, у нас идет грунт, такой замерзший. Ну, сантиметров 30 примерно. Дальше идет уже рыхлый грунт. Здесь глина, кирпичи. Боремся с помощью лома. Так, еще такой вот момент, ребята. В деревне есть колодец. Колодец глубиной 7,5 метров. Статика в нем. Зеркало воды 7 метров. Вода, говорят, хорошая. Ну, все остальные скважины глубокие. В основном вода железом. Хотя, говорят, на следующей улице есть скважина. Там водичка, ну, 18-20 метров. Вода питьевая. Это очень странно, конечно. Но, опять же, может быть, все может быть. Вот такая вот водичка сейчас надевается. Вот такого цвета. Вот с такой-то ржавой пленочкой. Начинаем. Первые 2 метра загоняем. Промерзший грунт. Вот сантиметров 30 лед. Такой плотный идет. Вот сейчас размыли его. Проходим глубже. Ну что, 10 метров идет глина сплошная. Песочка пока нет. Очень такая хорошая, плотная глина. Бывает вот такое вот безобразие у нас. Такое вот. Так что, идем дальше. Смотрим, что будет дальше. Возможно, что здесь не будет вообще... Ну, водонос в любом случае будет. Ну, вот я думаю, что как бы не получилось так, как на улице. То есть дойдем до него, и все. И вода будет железом. Но здесь никаких гарантий на питьеводу не давали. И никогда не даем. Запомните это раз и навсегда. Если вода есть мягкая, мы вам ее достанем. Если нет, то бурим до водоноса. До уверенного хорошего водоноса. Обсаживаемся в него, и все. Ну, вот как вот глиномет. Дорогие друзья, ну что, у нас тут дилемма. В общем, смотрите, какая ситуация. Сейчас пробурили 16 метров. Идет серый песок с 13,5 метров. Начался мелкий песок. Песочек с большим содержанием железа. Ну, по крайней мере, по виду. То есть вода какой качества будет непонятна. Но что мы сделали? Мы промерили скважину, которая находится на этом участке. Глубина ее 17 метров. Вода там с большим содержанием железа. Бочка вы видели, бочка ржавая. Сейчас мы поговорили с заказчиком. Вот в этом доме напротив. В этом доме напротив. 21 метр скважина. Вода. Пойдем, покажу. 21 метр, по словам человека, который напротив живет. И вот такого плана вода. Вот на вкус я ее попробовал. Водичка классная, реально. То есть хорошая вода. Ну, железа нет, пить приятно, хорошая вода. 21 метр. И сейчас, сейчас у нас тут такой вопрос. Вот у нас сейчас 16 метров. Идет, грубо говоря, пылеватый песок. И вода есть уже. Можно обсадиться. Будет то же самое, что на участке 17 метров. Вот так же, как в этой бочке. Скорее всего будет. Вот там металлическая труба. Возможно, окисление трубы и так далее. То есть здесь все по месту. Нужно поднять воду, чтобы понять, какая вода. Попробовать ее на вкус. Там уже можем сравнить. Поговорили с заказчиком. Заказчик у нас не против. Сказал, ребята, я плачу. Борем дальше. Будем искать. Не знаю, что получится. Возможно, на двадцатке будет у нас хорошая вода. Но я в этом сомневаюсь. Вот такой песочек у нас идет. Вот такой план сейчас идет. Ну, то есть это мелковатый и сероватый. Будем пробовать. Так, что у нас по плану. Двадцать два метра мы пробурили. Идет у нас сероватый песок. Стал чуть крупнее, чем был на 16 метрах. Сейчас уперлись в глину. Все, водоупор глина. Встаем в этот водонос. То есть будем обсаживаться на 22 метра. Фильтры колонны спаяли. Поглощение хорошее. Песочек у нас вот такого плана. Серенький, конечно. Но опять же, по словам соседа, напротив. Вон в том доме. Двадцать один метр. Вода хорошая. Воду мы пробовали. Ну уж не знаю, насколько там. Двадцать один или двадцать один. Фильтр готов. Колонна 22 метра. Машину отогнали. На улице дождь. Вот сейчас здесь сеет вот такая каша. Я думаю, мы бы застряли. Вон там все размесили. И сейчас выехали. Потом донесем вручную. Вот, кстати, сосед дойдет. Вот сосед, у которого 21 метр. Так, ну что, мы замываем сейчас и начинаем обсадку на 22 метра. Дальше подключаем свой насос. Раскачиваем, смотрим качество воды, дебет, все меряем. Погнали. 22 метра. Сейчас будем доставать. Свет выключил. Свет выключил. Так, мы сейчас сделали обратную промывку. Идет обвал ствола скважины. То есть, водоносный песок обтягивает фильтр. Так называемый самоизлив идет небольшой. Пусть песок падает на фильтр. И вода вытесняется и выходит наружу. Так, ребята, ну что, скважина готова. Глубина ее 20 метров. Статические уровни воды. Вот от этого места 7.30. Вот от этого 7.30. И еще здесь, ну, грубо полметра. 7.80. То есть, здесь качает на пределе. Дебет небольшой. Водичка. Очень, конечно, не очень хорошо, что так получилось. Но все предупреждены. Водичка с большим содержанием железа. Песочек был серый. Хорошего пласта здесь не нашли. Был небольшой пласт, на котором стоят колодцы. Колодцы пересыхают. В колодце воды в районе 30 сантиметров. То есть, 30, ну, максимум полметра. То есть, пласт начинается, ну, там, прям, плюс-минус, так скажем, 20-30 сантиметров пласта. И дальше глина идет. То есть, на нее обсадиться вообще не вариант. Так что, станцию установили маломощные. Станцию установили ЛЕО 600 ватт. Здесь сейчас темно, уже не видно. Сейчас на раскачке стоит. Сейчас я покажу вам, как качает. Только что обрывали столб воды, поэтому сейчас водичка будет мутной. Ну, сейчас посмотрим, вот, по что он туда найдет. На улице уже темно. Дебет вот такой. Мы измерили своим насосом качать 700 литров в час. Но у нас мощный насос, аквариум киловаттник, киловатт 100, здесь качает 470 литров в час. Ну, во-первых, станция маломощная. Станция маломощная. И плюс зеркало на пределе. Зеркало на пределе. Вот водичка уже идет прозрачная. Ну, дебет, да, слабоватый. Сейчас, секунду. Артур, посчитай там все. Так что все. На улице дождь идет, грязище. Вообще кошмар. Так что вот такие выезды бывают. Не так все быстро получилось, как хотелось бы. Метраж не сказать, что большой, но 20 метров, в принципе, нормальный метраж. По времени ушло много, сразу говорю. Уже темно на улице. Так что, ребята, бывают такие моменты. Уезжаем на такие. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok